В администрации Каспийска под руководством заместителя главы Руслана Учекаева прошла встреча общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» с представителями бизнес-сообщества, где участники обсудили вопросы необходимости и преимущества постановки на налоговый учет предпринимателей города. Открывая совещание, Руслан Учекаев отметил, что данная тема является одной из актуальных проблем Каспийска, указав на то, что в частности от работы по проведению постановки на налоговый учет предпринимателей зависит доходная часть муниципального образования и республики в целом. Председатель Дагестанского республиканского отделения «Опоры России» Зульгимар Таибова пояснила, что этот вопрос вынесен на рассмотрение в связи с тем, что сегодня Дагестан значительно отстает в борьбе с теневым сектором бизнеса, поэтому критически необходимо соблюдение предпринимателями законодательства. Также специалист подчеркнула о низком уровне пользования государственными льготами представителями малого и среднего бизнеса республики, учитывая одну из ключевых мер – налоговую ставку в 1%. В связи с этим было принято решение совместно с Дагестанским республиканским отделением «Опоры России» создать рабочие комиссии по выявлению в Каспийске лиц, не состоящих на налоговом учете и занимающихся предпринимательской деятельностью. Начальник отдела оперативного контроля межрайона и ФНС России номер 14 по республике Дагестан Резван Бетергалиев отметил, что у администрации города и ОМВД России по Каспийску проводится работа по выявлению и поставке на налоговый учет предпринимателей, а именно рейдовые мероприятия, раз в неделю. Помимо этого он сообщил, что наблюдается позитивная динамика в данной области. В дальнейшем планируется усиление мер штрафных санкций при выявлении систематических нарушений, добиться в судебном порядке закрытия данных точек. По итогам встречи было принято решение о проведении информационно-разъяснительной работе и необходимости уплаты налогов в целях пополнения доходной части бюджета, проработать вопрос снижения комиссии эквайринга, урегулировать порядок и особенности предоставления жилья в краткосрочный найм, а также исходя из того, что обязательная плата за обслуживание для посетителей ресторанов и кафе незаконна, проверить на соблюдение данных требований точки общепита города.